МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То, что совершила фельдшер Киевской станции скорой помощи Людмила Себа, можно назвать и подвигом, и чудом. До неё подобное не удавалось никому. Вы понимаете, что 20 сантиметров он бы упал вам на шейные позвонки? В лучшем случае вы остались инвалидом, а в худшем случае просто. Смертельная травма труду не помеха. Два месяца Андрей Дубовой ходил на работу с раздробленным черепом и даже не подозревал об этом. Основная часть пациентов при таких травмах, конечно, умирает. Та часть, которую удаётся спасти, нам не приходится видеть этих пациентов в сознании и пришедших на своих ногах. Кровоточащий куст на погосте. Мрачная тайна сельского кладбища. Я почувствовала влагу на ногах. Я посмотрела, и ужас был у меня на лице сильный. На ногах была красная кровь. Сергей Применин – единственный советский воин, представленный к американской награде «Пурпурное сердце». Люди ещё больше будут понимать всю значимость на подвиге Сергея, который спас мир не только от Чернобыля номер два, но ещё ведь от экологической катастрофы. Овчарка Чак всю жизнь прослужила в метрополитане. А когда её отправили на пенсию, не смогла усидеть без дела и взяла ситуацию в свои лапы. Он зашёл на метро, само собой без билета. Сел в огонь, доехал до станции метро Боровицкая. Там поднялся по двум эскалаторам и по выходу зашёл в комнатной милиции. Зимнее воскресное утро выдалось пасмурным и холодным. Медики специализированной психбригады первой станции скорой помощи Львова ожидали окончания дежурства, не подозревая, какое страшное испытание готовит им судьба. День был, как, звичайно, ничего, не предсказывало беды. Шли, звичайно, на выклик. Нам сказали, что два милиционера ждут на нас. Пришли в милицию, меня побачили. Только побачили хворого, ну, хворого, я не буду, че пьяный, пьяный, який стоял на лепне. Специалистам психбригады тяжелее, чем коллегам из других экипажей. Им, как правило, попадаются самые проблемные пациенты. Могут и за нож ухватиться, и за топор. Поэтому бывший военный, 50-летний Ярослав Пукач на вызов всегда шёл первым. Страхуя менее опытных коллег. Я была, как за каменной стеной, просто, за той людиной. То есть, не боялась заходить ни в какую квартиру. На подоконнике девятого этажа медики психбригады увидели мужчину. Он был пьян и агрессивно требовал у столпившихся на площадке милиционеров бутылку водки. Иначе угрожал прыгнуть вниз. Ни блюстители порядка, ни сотрудники МЧС не решались подойти к нему. И тогда вперёд шагнул фельдшер Ярослав Пукач. Эти шокирующие кадры были сняты за несколько секунд до трагедии. Ярослав Дмитриевич и его коллеги думали, что имеют дело с обычным алкоголиком. Увы, они недооценили степень опасности, исходящей от самоубийцы. Руслан, я буду сказать, остальный кидок до того хворого, он бачил... Буду сказать, пересовывая не хвороба, но он бачил людей. Тогда никто и предположить не мог, что человек на подоконнике уже трижды пытался наложить на себя руки. Руслан был буквально одержим мыслями о смерти. Видимо, сказывалась психологическая травма. Ведь практически на его глазах повесился отец. Через несколько лет за ним последовала мама. Мама повесил, а и тату повесил. И тату повесил? И тату. Еще раньше, да? Тату ранее, мама повесил. Он маме скрал пенсию. Фельдшер увидел, как человек на подоконнике пошатнулся. Человек начал хитаться. То есть, поверил, завагался, похитнулся. И Дмитрович хотел схопить, для того, чтобы он не вылетел. Но из-за низкого подоконнику стало непоправно. Звучит музыка. Человек удержать тело, падающее с такой высоты, такой массы, не способен. Так же самое, если даже был какой-то брезент натянутый, одеяло, носилки, что угодно, все равно спасти человека, падающего в таких условиях, было бы невозможно. Фельдшер Ярослав Букач сотни раз спасал жизни пациентам и неоднократно приходил на выручку коллегам, буквально отбивая их у буйных пациентов. А вот сам не уберегся. Это был чисто людский фактор. Это люди есть. Героизм. Ну, возможно. Понимаете, у нас наш швидкий героизм, это настолько повсюдневная работа. Таких людей в медицине, я напевно, что много. По себе он оставил добрую память. Но это слабое утешение для вдовы и двух дочерей, для которых тот январский день 2007 года стал самой страшной датой в жизни. Я вот так вот сижу и думаю, неужели он не мог подумать о нас. Но он, видно, в тот момент, он думал только о том, чтобы спасти ему жизнь. Согласно статистическим данным, диспетчеры скорой помощи фиксируют в среднем 13 миллионов вызовов в год. Сами медики называют каждый выезд не только испытанием на прочность, но и шагом в неизвестность. Для фельдшера Киевской станции скорой помощи Людмилы Себы этот шаг едва не стал последним. 1 августа 1999 года экипаж кардио-бригады скорой ехал на вызов к больному. У пожилого мужчины подскочило давление. Подъезжая к этому дому, водитель наш увидел на карнизе 8 этажа со стороны балкона с улицы увидел ребенка. Шестилетний Фима увидел за окном голубя. Он вылез на балкон, а вернуться назад уже не смог. Фельдшер и санитар выскочили из машины с носилками. Медики понимали, ребенок на балконе держится из последних сил. Счет пошел на секунды. Вылетаем уже с носилками. Понятно, что ребенок может в любое время упасть. Когда родители прибежали и начали уже кричать, и они ему кричали, прыгай, показывая, куда на наши носилки. Они узенькие носилочки. Это не полотно пожарников. Ребенок, конечно, не может же рассчитать и траекторию, и размеры. Он доверился своим родителям, соответственно, развернулся спиной к балкону и сделал прыжок. Увидев, что ребенок сорвался вниз, Людмила бросила носилки и протянула руки вперед. Я не помню, как дальше все это происходило. Я помню, единственное, что удар на руку, и ребенок с моей руки сполз на землю. Людмила Себа – медик с 20-летним стажем. Она прекрасно понимала, что тело, падающее с большим ускорением с высоты 8-го этажа, это как артиллерийский снаряд весом 50 килограмм. Было сказано доктором, что вы понимаете, что 20 сантиметров он бы упал вам на шейные позвонки, лучше в лучшем случае вы остались инвалидом, а в худшем случае просто... Любой на ее месте инстинктивно бы отпрянул. Она же протянула руки и шагнула вперед. Силок у меня в руках потом не оказалось, потому что я где-то, видно, просчитала падение его, после возвращения на станцию скорой помощи Людмилу осмотрел нейрохирург и не поверил своим глазам. Невероятно! Женщина, принявшая на себя удар огромной силы, не получила ни единой травмы. О происшедшем напоминал единственный небольшой синяк на руке. Потом было очередное дежурство, я пришла в пластическом бинте и дальше работала. Позже родители спасенного мальчика приходили на станцию скорой помощи со словами благодарности. Отец мне руки целовал. Доктор говорит, вы этой женщине должны купить квартиру. Только спустя годы Людмила Себа осознала, что в тот памятный для себя день находилась на волосок от гибели. Это обычное деревенское кладбище. Но жители Викторовки говорят о нем с нескрываемым страхом. Как о месте, в котором поселилась нечистая сила. О сомневающемся рассказывают жуткую историю. Как-то днем смотрительница кладбища Татьяна Мораль косила траву на погосте. И вдруг на ноги ей брызнула кровь. Я почувствовала влагу на ногах. Я посмотрела, на ногах была красная кровь. Красные полосы. Я подумала, что я порезалась от кусты. Я взяла рукой и вытерла. Но когда я уже протерла и раны на ногах не оказалось, я обратила внимание, что из растения выделяется красная жидкость. Татьяна едва не потеряла сознание от страха, когда поняла, откуда взялась жидкость, похожая на кровь. Хосой она срезала несколько побегов куста, который рос между могилами. И место среза закровоточило, словно открытая рана. Перепуганная женщина помчалась к священнику. Батюшка ставил себе на руку мазать эту кровь. Я мазала, мама, зачем ты руки мазала? Хай же приедем домой, потом помиешь. Выехала, мы съехали с горы, я дивлюсь, у меня на руке крови не мазала. На первый взгляд, куст как куст. Таких сорняков на кладбище полно. Но только остальные выделяют обычный сок. А этот единственный продолжал кровоточить. По цвету. Ну, такое оно не должно быть. Сколько мы же на троицу ломаем, в хату берем, такое не встречалось никогда. Объяснение происходящему нашли местные бабушки. Они вспомнили, что в могиле, возле которой рос куст, была похоронена деревенская ведьма. Марина Матвеевна Головко. Ее боялась вся деревня. Она ведьмой была. Она ни с кем не дружила, с ней никто не дружил. Она была сама по себе противной. Невестка ее говорила, что бабка что-то нехорошее знала. Деревенские старожилы вспоминают, что после смерти колдуньи в Викторовке стали происходить странные события. Не успели похоронить ведьму, как при невыясненных обстоятельствах погиб ее сын. Сын у нее умер в такой тяжелой, плохой смертью. Он сгорел в доме, в собственном доме. Ровно через год на деревню обрушилась засуха. С тех пор год за годом в одно и то же время высыхают все водоемы вокруг. Смотрите, как в боковсе это дело пересохло. Здесь даже видно мертвая рыба. Ее никто вообще не употребляет. Все это засуха. Это народ так напрягает. И, конечно, ходят разные слухи. Все это дело ширится. Местные жители уверены, засуха это месть ведьмы за смерть сына. А алый сок ладбищенского куста ее кровь. Растения вырвались корнем, но вскоре на этом месте вновь появились кровоточащие побеги. А местные жители сходятся во мнении. Кровавые ведьмины слезы к большой беде. Андрей Дубовой неохотно вспоминает историю, сделавшую его знаменитым. В тот день он гулял на свадьбе. Вернулся поздно, лег спать. И только на следующий вечер вспомнил, что накануне упал на улице. Ну вот пришел на свадьбу. Выпил. Ну и спотнулся в Кировской автобазе здесь. Автобаза у нас опоры стоят. И вот головой я заехал. Ну, поскальнулся. Два месяца Андрей терпел боль. Думал, пустяки, пройдет. Ну, думал так, ну, может, легкое созрисение, я думаю. Он ходил на работу. До последнего. Все, я говорю, вот ему плохо стало вот последнюю неделю. Вот где-то вот четверг, пятница ему уже стало плохо. А потом наступила самая жуткая ночь в его жизни. Внезапно череп словно сжало раскаленным обручем. Больше он ничего не помнил. На его счастье соседи быстро сориентировались и вызвали скорую помощь. Я до операции вообще, вот как мне привезли, я ничего не помнил. Все, я уже, был уже. Дежурный хирург отправил пациента на рентген. Через несколько минут медсестра принесла снимок. Врач взглянул на него и оцепенел. Голова пациента была буквально расколота на 10 частей. Повреждений внешних не было. Но при рентгенографии черепа мы увидели множественные сфорчатые переломы всего свода черепа и часть из них попадала даже на основание. Мы решили сделать компьютерную томографию главного груза и костей черепа и увидели вот такую картинку приблизительно вот так вот и увидели. От удара, полученного двумя месяцами ранее, череп даже не треснул, а раскололся. Такие травмы врачи называют несовместимыми с жизнью. А он не просто жил. До последнего дня ходил на работу. Основная часть пациентов при таких травмах конечно умирает. Та часть, которую удается спасти, нам не приходится видеть этих пациентов в сознании и пришедших на своих ногах. Этот же пациент обратился сам. Как англус, когда треснет, вот так вот, просто не было рассечения вот этого кожи, там у него выкачали 200 с лишним грамм вот этой жидкости отек вот этого. Если бы привезли бы там на сутки позже, уже бы все было. Голову Андрея собирали по частям. Он перенес три операции. Фактически одна была спасающая его от диких головных болей, то есть операция по удалению гематомы. Вторая операция была по сути пластическая для восстановления нормальной атомической формы черепа. Очнувшись после наркоза, Андрей вдруг понял, боли больше нет. Его просто зашили вот так вот и самое, просто было мягкое самое, как, ну, была не круглая, а плоская, потому что там не было вот этого черепа. Я испугался, как посмотрел, ну, глава такая, ну, боже, что они со мной сделали? Андрей не считает свое спасение чудесным и надеется, что вскоре о нем забудут и оставят в покое. И тогда он заживет прежней жизнью, в которой не будет места боли и воспоминания о том роковом дне, расколовшем его жизнь на до и после. Это кадры из американского фильма катастрофы «Враждебные воды». Сюжет основан на реальных событиях. Советский ракетный подводный крейсер К-219 совершал боевое патрулирование в заданном районе недалеко от побережья Флориды. Утром 3 октября на лодке прогремел взрыв огромной силы. Инцидент, который спровоцировал одну из самых страшных катастроф в истории флота, получил сухое протокольное название «Столкновение с неустановленным объектом». От сильнейшего удара в шахте номер 6 сдетонировала баллистическая ракета. Экипажу удалось поднять лодку с глубины, но в реакторном отсеке начался пожар. Аварийные партии, которые заходили туда, как могли, боролись, но тем не менее через спустя сутки сработала аварийная защита реактора левого борта, который находится в седьмом отсеке. То есть реактор был заглушен, но не на 100%, как говорится. Если бы реактор взлетел на воздух, южное побережье Соединенных Штатов накрыло бы радиоактивное цунами. Реактор нужно было заглушить во что бы то ни стало. В раскаленный отсек сумели пробиться старший лейтенант Николай Беликов и матрос Сергей Применин. От жары ядовитых испарений подводников защищали тяжелые комбинезоны. Им предстояло заглушить реактор вручную. Для этого нужно было опустить в активную зону компенсирующие решетки. Температура в отсеке, как говорят очевидцы, была порядка 70-80 градусов. Они заходили в противогазах, в специальных защитных костюмах, поэтому работать было им тяжело. А им надо было опустить четыре решетки. Они несколько часов к ряду крутили метровые рукоятки решеток, пока три из них не дошли до упора. Когда они опустили три из четырех решеток, командир отсека, Сережа Бериков, он просто вырубился, потерял сознание. И третий раз в отсек седьмой реакторный пошел один старший матрос Сергей Применин. Он опустил последнюю четвертую решетку, но выбраться из отсека не смог. Огонь расплавил трубопроводы, и вследствие перепада давления переборочная дверь оказалась запечатанной наглухо. Сергей понял, что его ждет медленная смерть. Тогда он просто сорвал противогаз. Уцелевшие члены экипажа перебрались на подоспевший крейсер, и лодка КА-219 вновь пошла ко дну. В 1997 году Сергею Применину посмертно было присвоено звание Героя России. Увы, российские СМИ эту историю упорно обходят вниманием. Сейчас о подвиге Сергея вспоминают разве что военные моряки, да его земляки. Каждый год в начале октября возле памятника Применину в его родной деревне Скорняково собираются сотни людей. Мне кажется, чем больше проходит времени, тем люди еще больше будут понимать всю значимость подвига Сергея, который спас мир не только Чернобыля номер 2, но еще от экологической катастрофы. А вот в далекой Америке о применении не забывают. Бывший военно-морской атташе Питер Худхаузен направил в Госдеп Соединенных Штатов документы для представления советского моряка к медали «Пурпурное сердце». Эта награда вручается за особое отличие ранения или героическую гибель на поле брани. Решение о награждении на данный момент не принято. Служебный пес по имени Чак в один миг стал всероссийской знаменитостью. Ветеран кинологической службы УВД на московском метрополитене не совершил ничего героического. Он просто показал, что такое верность долгу и настоящая собачья преданность. Овчарки на московском метрополитене служат 8 лет. Работа нервная, вокруг сноют тысячи людей, за день приходится обнюхивать сотни сумок и подозрительных свертков. С годами нюхи бдительность притупляются, поэтому по истечении определенного срока ветеранов отправляют в кинологический приемник. Чака эта участь миновала. Его забрал кинолог Сергей Матюшин, с которым они прослужили те самые положенные 8 лет. Чака ждала спокойная сытая старость, но однажды во время прогулки Чак внезапно сорвался с поводка и убежал. Я думаю, не было. Пошли по полюбить. Пустили с поводочком. Собаки это были новые люди. Он, в принципе, всю жизнь прошел здесь. Он местный незнаком на пустыне. А через день Матюшину позвонили бывшие сослуживцы и сообщили. Чак вернулся на свой пост на станцию метро Боровицкая. Он зашел на метро, само собой, без билета. Сел вагон, доехал до станции метро Боровицкая. Там поднялся по двум эскалаторам и по выходу зашел в комнату милиции, которую он знал очень хорошо, сейчас там был. Зашел туда и лег в клетке. Посовещавшись, Сергей и его коллеги решили оставить Чака в питомнике. С ним даже поработали одно время, немножко поездили с ним на станции. Потом все-таки пенсионер есть пенсионер. Сейчас здесь живет, кормит его в принципе. У него спокойная старость. Нести службу он уже не может, по возрасту не положено, зато с удовольствием работает на тренажерах, обыскивает вагоны метро и безошибочно находит спрятанные свертки муляжей. Хорошо, молодец. Хорошо. Нередко на вопрос о жизненном кредо ветераны МВД отвечают полушутя, полусерьезно. Бывших служивых не бывает. Чак мог бы добавить и бывших служебных собак тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА